МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Серый берет", так же, как и краповый, это не просто головной убор, а знак отличия. Право носить его нужно заслужить в экстремальном испытании. Суровая проверка на профессионализм и выносливость прошла в октябре 2023 года в Москве. Туда приехали лучшие бойцы-инструкторы всех спецподразделений страны. В программе многокилометровый марш-бросок, штурм здания, полноконтактный рукопашный бой и другие дисциплины. Сколько в России серых беретов? Какие сложнейшие задачи они выполняют? Стрелил! Неделя ада! Так спецназовцы называют экзамен на право носить серый берет. За семь дней претенденты проходят тяжёлые испытания. Один из самых изнуряющих этапов — 30-километровый марш-бросок в полной выкладке. Также в программе стрельба, рукопашный бой, преодоление полосы препятствий и водных преград. Экстремальное вождение, минно-подрывное дело, водолазная подготовка и многое другое. При этом первые двое суток испытания проходят без перерыва на отдых. В режиме день-ночь-день. Эти испытания проходят при недостатке сна, на пределе физических возможностей человека. И смотрим за тем, как человек ведёт себя в этих экстремальных ситуациях. Право побороться за серый берет есть только у инструкторов спецподразделений, тех, кто отвечает за подготовку бойцов. При этом вид и род войск не имеют значения. Это могут быть десантники, разведчики, морские пехотинцы, сотрудники групп антитеррора. Одним словом, представители всех видов российского спецназа. Серый берет указывает на то, что его обладатель — лучший из лучших в своём деле. И он также указывает, именно когда человек одел, сотрудник одел этот берет, то есть чётко понятно, что этот человек значимый, этот человек особый и имеет особые достижения, в чём то, ну, конкретно в нашей специальности. Массово носить береты военные стали относительно недавно, около ста лет назад. В начале прошлого века такие головные уборы были частью униформы французских альпийских стрелков. А во время Первой мировой береты из-за их практичности и удобства стали главным хитом армейской моды у танкистов. Экипажи бронемашин, танков, для того, чтобы было быстрее оказаться внутри машины, либо в случае какой-то экстренной ситуации её быстро-то также покинуть, то фуражка с твёрдым козырьком, которая на тот момент была, к примеру, она оставляла неудобства, и где-то можно было задеть, зацепиться, она слетела и так далее. Поэтому используйте береты именно как головной убор для того, чтобы было удобство. В России цвет берета указывает на принадлежность к определённому спецподразделению или роду войск. Голубой ВДВ, зелёный войсковая разведка, чёрный морская пехота, Васильковый, спецназ Федеральной службы охраны и ФСБ, краповый берет, форменный головной убор сил специального назначения Росгвардии. Однако право его носить тоже нужно заслужить. Краповый берет, он идёт как награда. То есть если остальные береты, они идут как принадлежность к какому-то роду войск, то краповый берет, он как принадлежность Росгвардии, так и только за отличие, за отличие, либо за сдачу. Экзамен на краповый берет – суровое испытание. В программе 12-километровый марш-бросок, преодоление полосы препятствий, скоростная стрельба, штурм пятиэтажного здания за 45 секунд, комплекс акробатических упражнений, а под конец 12-минутный спарринг по правилам армейского рукопашного боя со сменой трёх соперников без перерыва. По статистике, такой изнурительный марафон в среднем выдерживает лишь один из десяти претендентов. Экзамен на серый берет тоже сдают единицы. Серый берет – это человек, не просто который должен обладать физическими навыками и быть сильнее всех, быстрее всех, стрессоустойчивее и как-то ещё. Он должен аккумулировать в себе знания, полученные, обладать очень глубоким анализом военной подготовки и уметь преподнести свои знания другим военнослужащим. В 2014 году в России появилась Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9. На её базе возникла ассоциация «Совет серых беретов». Туда вошли ветераны боевых действий и наиболее опытные инструкторы спецподразделений. Они разработали комплекс испытаний на право ношения серого берета. При этом учли лучшие методики подготовки группы антитеррора «Альфа» и «Вымпел», специальной авиадесантной службы Великобритании, «Зелёных беретов США», израильского спецназа «Сайрет Маткаль» и других элитных спецподразделений. Цель ассоциации инструкторов сил специального назначения собрать, сформировать именно в костяк людей, которые готовы быть инструктором и идти в своё подразделение, в войска, для того, чтобы доготовить людей, тренировать бойцов, выявлять лучших и передавать определённые наработки в ту программу, которая специально подготовлена на ассоциации для тренировки сотрудников. Обладатели серых беретов не только готовят личный состав, но и сами участвуют в боевых операциях. Им доверяют выполнение самых сложных задач. Это универсальные солдаты, которые умеют всё. Штормовать здания, освобождать заложников, проводить диверсии в тылу врага, выживать в экстремальных ситуациях. Во время экзамена на серый берет создают условия, максимально приближённые к боевым. Испытания могут проходить в пустыне, тропиках или на заснеженных полях. География испытаний серых беретов достаточно разнообразна. И делается это специально для того, чтобы никто не привыкал к обстановке. И всегда обстановка бывает разная. То есть это и жара, и горы, и вода, и снег. Девиз серых беретов – бойцом может стать каждый, а инструкторам только лучший. На всю Россию их не больше полутора тысяч. Но даже внутри такого узкого сообщества есть градация. Существуют три степени серых беретов. Звёзды, которые расположены вот с левой стороны рядом с эмблемой, как раз говорят об этом. Первая стадия – это вот у нас одна звезда. Соответственно, это начальный этап, который подразумевает определённое количество тестов. В последующем – это следующий экзамен и следующий экзамен. То есть это проходит не за один день, не за один месяц, не за одну неделю. На этом может уйти до нескольких лет, потому что между этапами есть определённая подготовка. Право носить серый берет третьей степени получает инструктор со стажем преподавания не менее двух лет. При этом он должен пройти 12-часовые испытания на физическую выносливость и стрессоустойчивость. Для второй степени нужен трёхлетний инструкторский стаж. А экзамен длится уже сутки. Высшей степенью считается первое. Таким инструкторам присваивается квалификация специалиста-мастера. Это те сотрудники, которые имеют уже более пяти лет опыта работы. Те сотрудники, которые сдали на первую и вторую степень. И сотрудники, которые уже полноценно и самостоятельно могут работать с отдельными группами, с отдельными подразделениями для того, чтобы передавать те или иные специфические навыки, знания для их применения. Для получения серого берета первой степени нужно пройти ту самую неделю ада. Этот марафон выдерживают не все. Те, кто сошёл с дистанции, получают право на пересдачу только после дополнительной подготовки. В ходе семидневных испытаний инструкторы спецназа демонстрируют все свои навыки. От умения стрелять из целого арсенала оружия до способности маскироваться на любой местности. На этих кадрах лишь малая часть программы. То, что можно показывать посторонним. Некоторые этапы экстремального экзамена засекречены. Испытания делятся на некоторые этапы. И в основном этапы, которые происходят, они смотрятся на то, как военнослужащий помогает своему другу. То есть это не задача дойти самому лучшему, это задача дойти командой. И поэтому очень важно, допустим, чтобы они помогали друг другу действовать как единое целое. Инструкторам, которые с достоинством выдержали все испытания, перед строем вручают заветные серые береты. Теперь они входят в когорту избранных и по праву считаются элитой спецназа.